Этому музею всего полтора года, однако до официального открытия он около 10 лет существовал в виде идеи и небольшой коллекции будущих экспонатов. Идея начала воплощаться два с половиной года назад, когда коллекция стала активно пополняться и началось строительство выставочной площадки. И вот в сентябре 2012 года в Москве открылся уникальный музей под названием Галерея компьютерной эволюции. Мы решили, что именно название Галереи компьютерной эволюции максимально полно отображает то, что происходит внутри. То есть это не просто музей. Со словом музей у некоторых связаны ассоциации, что там внутри сейчас будет скучно и будут рассказывать про какую-то пыльную старину. Нет, здесь не только музей. Здесь есть возможность проследить от самого начала до современного состояния как рынок, так и просто отношение человека к информации. Здесь достаточно много внимания все-таки уделено современности, поэтому это не столько музей, сколько именно галерея. Здесь вы можете ознакомиться с тем, из чего собирают современные компьютеры, с чем они работают, что находится у них внутри. Что представляет из себя современный сервер, то есть тот мощный компьютер, к которому вы подключаетесь удаленно в интернете, когда проверяете свою почту, смотрите видео или играете в какую-нибудь онлайн игру. Что помогает человеку на его рабочем месте с его офисным компьютером, из чего состоит этот офисный компьютер, что к нему подключается. То же самое о домашнем компьютере и, конечно, о геймерском компьютере, какие разнообразные манипуляторы присутствуют на рынке и как они могут обличить игру для, скажем, профессионального геймера, да или просто для любителя порезаться в компьютерные игрушки. Кстати, о геймерах. Этот музей они обожают, ведь в качестве интерактива здесь предлагаются разнообразные развлечения. От игр 90-х годов, в которые многие посетители играли еще в детстве, до новейших, которые находятся на пике популярности сегодня. А поскольку основной контингент музея – это школьники, интерактивная часть экскурсии делает их воспоминания о музее незабываемыми. Благодаря игровой части экскурсионной программы дети гораздо лучше усваивают и знания. Здесь мы, естественно, рассказываем не только о истории компьютеров, но и о истории вообще технологий, которые помогали человечеству обрабатывать, сохранять информацию. О том, как менялось отношение человечества к обработке, сохранению, созданию каких-то информационных устройств, носителей и просто информации. Все началось с каменного века, когда человеку понадобилось производить первые подсчеты. Толпа завалила мамонта, мамонта нужно было поделить на нужное количество охотников. Первые люди, естественно, использовали для этого то, что у человека всегда было под рукой – это пальцы. Но пальцев может не хватить, если в охоте участвовало больше 10 человек. Конечно, пальцы можно попытаться у кого-то одолжить, но, во-первых, это не очень удобно. А во-вторых, такие пальцы, к сожалению, будут весьма недолговечными. Самый древний человек придумал заменить пальцы на счетные палочки. Счетные палочки, камушки, косточки, все что угодно, все небольшие предметы, которые можно легко собирать в кучке. Собственно, счетные палочки – замечательное изобретение еще и тем, что это самое древнее устройство, которым человек пользуется до сих пор. Даже колесо было изобретено гораздо позже. Вот это вот простой механизм, которым мы вас учили еще в детстве, в первом классе, возможно, кого-то в детском саду – самое древнее устройство. Достаточно долго не было нужды в больших объемах вычислений, и люди пользовались для счета только палочками. Однако, приблизительно с пятого века до нашей эры, в разных точках земного шара, под разными названиями, но примерно в одном виде, стало появляться устройство, которое помогало работать с большими суммами чисел – абак. Чаще всего это была глиняная табличка с желобками, по которой передвигались косточки. Ничего не напоминает? Правильно, всем известные счеты. Кстати, именно русские мастера в 16 веке модернизировали абак и превратили его в счеты. Естественно, счеты – это все-таки достаточно примитивное устройство, а механика пришла в вычисление уже достаточно давно. Так, в 17 веке в Европе появляются разные устройства, которые пытаются уже автоматизировать счет. Это считающие часы Шикарда, арифмометр Лейбница, счетное устройство Паскаля. 18-летний Паскаль наблюдал за тем, как работал его отец, сборщик налогов. И увидел, что ему очень тяжело обрабатывать огромные числа. Тогда он попытался каким-то образом упростить работу отца и изобрел свою Паскалину. Она могла при помощи вращения ручки осуществлять основные математические действия умножения, деления, сложения, вычитания. На самом деле эти устройства не прижились в тех конторах, в которых велось существенный объем вычислений, потому что они были очень дорогие, очень ненадежные, и нужно было долго обучать человека работать с ними. В конторе, чем купить такой калькулятор, гораздо проще было нанять еще одного человека, который карандашом в столбик все это считал. Этот принцип механического счета был существенно доработан в 19 веке. Появился такой барабан Однера, и на его основе выпускается наш советский железный Феликс. Какая страшная штука. Это не страшная штука, это очень полезная штука. Это арифмометр Феликс. Выпускался в Советском Союзе с 1929 по 1978 год в практически неизменном виде. Но при этом достаточно сильно помогал облегчить счет, где считать нужно было много и часто. Могу научить им пользоваться? Конечно, давайте. Давайте. Для начала начнем со сложения. Самая простая операция. Для этого выставляйте, пожалуйста, любое число, которое вам захочется. Вот этими рычажками. Единицы, десятки, сотни, тысячи и так далее. Приблизительно как на счетах. Хорошо. Один. Один. Три. Теперь его нужно ввести в память устройства. Для этого нужно взять ручку и повернуть ручку от себя. Здесь мы получили то число, с которым мы потом будем проделывать какие-то операции. То есть ввели его в память. Ручку желательно вот так вот закрепить. Теперь выставляем второе число, которое мы будем прибавлять к первому. Пожалуйста. Так. Ну, например. Это будет. Двести. Две тысячи. Две тысячи. Да, две тысячи. Две тысячи. Сто. Сто. Двадцать. Двадцать. Два. Три. Две тысячи сто двадцать три. Отлично. Теперь в ту же сторону делаем один оборот ручки. Опять оттягиваем? Да, да. Это обратная сторона. Да, 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 да. Все правильно. Да. Совершенно верно. Вот на счетчике результата мы получили ответ. Две тысячи сто пятьдесят четыре. А это счетчик. Количество операций. Мы сейчас выполнили две операции. При помощи механических устройств люди научились работать не только с большими числами, но и со звуком. Ведь звук – это тоже информация. Начиная с девятнадцатого века звуковая информация хранилась на пластинках, затем на бобинах, аудиокассетах и дисках. А воспроизводилась сначала на фонографе, затем на патефоне, граммофоне, магнитофоне и плеере. А это наш патефон. Давайте немножечко расскажу вам о нем. Патефон – это вообще штука компактная. То есть фактически вот такой вот MP3-плеер из сороковых годов. Естественно, вырос он из первых граммофонов и еще более старых устройств, на которых музыка писалась или звук, еще не на пластинке, а на специальные цилиндры. Это патефон московского патефонного завода. Давайте я вам покажу, как он работает. Давайте. Всю жизнь мечтала о правах. Сначала нужно взять вот эту ручку. Аккуратненько ее извлечь. Вставить вот сюда. Сюда. Да. Теперь заводим. Совершенно верно, именно в эту сторону. Заводить нужно достаточно долго, хотя всего этого завода хватит всего лишь на одну песню. Ну, собственно, с одной стороны пластинки тоже находится всего лишь одна песня. Ну, я думаю, будет достаточно. Теперь мы включаем его, снимаем иглу и аккуратненько ставим ее на самый кончик пластинки. И чуть-чуть регулируем скорость воспроизведения. Естественно, в 19 веке научились не только при помощи механики обрабатывать информацию, сохранять звук, но и сохранять информацию. Появились первые перфокарты. Гораздо позже перфокарты использовались в первых компьютерах, но изначально перфокарты были созданы для того, чтобы программировать первые программируемые ткацкие станки. Тогда они, конечно, еще не назывались программируемыми, а эти металлические пластины с дырочками не назывались перфокартами. И тем не менее, это были именно они. В 1804 году появляется первый ткацкий станок Жаккарда, в котором используются перфокарты для того, чтобы объяснять станку, где какую нить пустить, какого она должна быть цвета. То есть рисунок именно программировался. Гораздо позже этот принцип используют уже в 50-х, 60-х, иногда даже 70-х годах в компьютерах. Все очень просто, ведь компьютер, как и ткацкий станок Жаккарда, понимает только две цифры. Ноль и единицу. Есть дырочка и нет дырочки в определенном месте на перфокарте. Вот таким образом мы сохраняли небольшие объемы информации. Например, на представленных у нас перфокартах для компьютеров 60-х, 70-х годов можно было сохранить около 1,3 килобайта. То есть, например, современная цифровая фотография занимала бы вот такую стопку перфокарт. И тем не менее, для компьютеров 60-х годов и уж тем более ткацких станков начала 19-го века этого было вполне достаточно. На рубеже 19-го, 20-го веков в мир информационных технологий наконец-то проникает электричество. Благодаря появлению радио возникает способ для передачи информации без помощи телеграфных и телефонных проводов. Очень удобно для военных, но у военных сразу же возникает проблема. Эту информацию можно подслушать. Шпион или просто все, кому интересно, настраиваются на нужную волну и уже знают все планы противника. Соответственно, появляется задача каким-то образом эту информацию зашифровать. Немцы решают ее при помощи машины «Энигма». Такая машина, похожая на печатающую машинку или современный ноутбук отдаленно, могла зашифровать любую информацию. И расшифровать ее один человек был просто не в состоянии. Во Второй мировой войне, естественно, у коалиции появляется необходимость расшифровывать послания, зашифрованные при помощи этой «Энигмы». А англичане строят два компьютера специализированных «Бомб» и «Колосс». Американцы Mark I и чуть позже, в 1946 году, первый универсальный компьютер «Ениак». Состоял этот компьютер из 17 тысяч вот таких вот лампочек и занимал целых два здания. В одном здании находился сам компьютер, а в соседнем здании находилась электростанция для него. Вы, наверное, знаете такое выражение, как баги, программные ошибки. Вот это выражение появилось именно тогда. Ведь лампы при работе очень сильно греются и светятся. А напоминаю, что компьютер занимает целое здание. Приходилось открывать окна, чтобы как-то охладить компьютер. На тепло и свет слетались жучки, или по-английски баги. Заползали между контактами ламп. Таким образом, лампы перегорали, компьютер выходил из строя. Бригада ремонтников выходила искать, какая же из 17 тысяч лампочек перегорела на этот раз. Если первый компьютер работал без боев два часа, это уже считалось большим достижением. Обычно без боев он мог проработать минут 40. Это были компьютеры первого поколения, основанные на лампах. Компьютеры же последнего поколения можно увидеть в музее. И не просто увидеть. Сотрудники галереи компьютерной эволюции в интерактивной части экскурсионной программы призывают опробовать в работе современные девайсы. Естественно, первый компьютер могла позволить себе только целая страна. А простому человеку тоже нужно было как-то на чем-то считать. Простой компьютер все еще считал при помощи механики. Если вы помните, арифмометр «Феликс» очень-очень много весил. В 1946 году появляется первый компактный арифмометр, который уже можно было положить в карман. С ним связана одна очень интересная история. В 1943 году австрийский инженер Херстарк Курт попадает в лагерь Бухенвальд. Администрация лагеря, узнав о том, что это гениальный инженер, выдает ему грифель, чертежную доску и говорит, нарисуй нам что-нибудь такое, чтобы мы могли собрать и подарить нашему любимому фюреру на день победы над Советским Союзом. Ну, естественно, немцы со своей задачей не справились, а вот Курт справился. В 1945 году его освободили американские войска, и уже в 1946 году он начинает выпускать вот такой вот калькулятор Курта. Самый маленький, самый совершенный механический калькулятор в мире. Давайте попробуем поумножать. Ваше произвольное число? 215. 215. Выставляем. И на что же мы будем его умножать? 312. 312. Отличное число. Для этого мы меняем регистр с первого на третий. И теперь умножаем на 300, значит, мы делаем 3 оборота. Дальше мы делаем один оборот, единичка. И в первом регистре двоечка. И вот наш ответ. 67 080. А вот то число, на которое мы умножали первое число, 312. Можно обрабатывать огромные числа при помощи этого очень маленького и очень простого устройства. При помощи механики люди получили возможность обрабатывать не только числовую, звуковую, но и видеоинформацию. Первые механические кинокамеры были очень популярны. И это, несмотря на все недостатки, главным из которых был громкий треск. Оператор снимает оператора. Довольно тяжелая. Да, совершенно верно. Она полностью металлическая и, естественно, полностью механическая. Завод осуществляется с помощью пружины, так же, как заводился патефон или какой-нибудь старый будильник. И, нажав на кнопку, вы начинаете запись. Снимаете вы 40 секунд черно-белого видео без звука. И, тем не менее, вы можете держать это устройство в одной руке. Это было настоящим чудом. Для 60-х годов, конечно же. То есть механика была самым популярным способом для обработки информации в то время. А вот сейчас, интересно, она еще работает? Да, конечно, она работает. Ну, правда, с тем, чтобы раздобыть пленку, а тем более ее проявить будут уже некоторые проблемы. Но, да, если раздобыть пленку, можно ее вставить и без проблем начать снимать. На рубеже 50-х, 60-х годов 20-го века, к сожалению, наметилось некоторое отставание Советского Союза от западного мира в части разработки различных счетных устройств, различной электроники. Так, вышедшая в 1956 году книга Норберта Биннера «Кибернетика», написанная в 1948 году, была достаточно быстро запрещена. Вообще, наука кибернетика вместе с той же генетикой были объявлены советской властью как продажными девками империализма и были запрещены. Нельзя было изучать, нельзя было печатать и продавать информацию о этих науках. К сожалению, именно из-за этого отставание на протяжении всего 20-го века нашей страны в этой области только усиливалось. В 60-х годах появляются компьютеры второго поколения. Если компьютеры первого поколения были основаны на таких вот огромных лампах, компьютеры второго поколения основаны на транзисторах. Транзистор гораздо меньше. Если очень грубо сказать, то он имеет приблизительно тот же функционал, что одна лампа. И таким образом, вместо целых зданий, которые занимали компьютеры первого поколения, компьютеры второго поколения занимают уже только отдельную комнату. Да и работают при этом гораздо быстрее. В конце 70-х годов в мир компьютеров приходят микросхемы. Теперь в одну маленькую интегральную микросхему можно уместить множество транзисторов. Именно на таких процессорах появились первые персональные компьютеры. Изменились и носители информации. На смену громоздким перфокартам пришли дискеты. Разнообразные компьютеры приходят в дома к пользователям. The X-Spectrum, BK0010, вот такой вот самый популярный в 80-х годах Commodore 64, который продан серией в 17 миллионов экземпляров и даже был занесен в книгу рекордов Гиннесса как самый массовый компьютер. Более того, этот компьютер, когда он начал продаваться, существенно обвалил рынок игровых приставок, так как продавался сразу в комплекте с стримером для кассет, с дисководом, с джойстиком. То есть практически за те же деньги, что до этого стоила приставка. Например, вот такая вот самая популярная приставка второго поколения Atari 2600. Чуть доплатив, можно было купить уже целый компьютер, на котором шли такие же и даже более современные игры, да еще и вы получали полноценный компьютер. Ну и, естественно, поиграть можно было не только на приставках, которые подключались к телевизору, но и на карманных приставках. Ну, наверняка все помнят такую вот игру на экране. Волк ловит яйца, ну погоди, ну и различные другие игрушки любой тематики, но работающие по одному и тому же принципу. Про них еще ходил замечательный слух о том, что если набрать тысячу очков, будет показан цветной мультик. Ну, конечно же, мы понимаем, что это неправда. К сожалению, все это клоны японской Game & Watch, которую выпустила компания Nintendo. Практически вся советская техника имела зарубежные прообразы. Так, прототипом знаменитой приставки Dendy стала японская приставка Famicom. Советский компьютер-поиск – это копия американского 286-го компьютера. А аналогом американского Apple II Plus стал советский компьютер Agat. Этот компьютер выпускался для нужд народного образования. Интересный факт. Советские инженеры почему-то решили, что детям будет удобнее, если на клавиатуре под классической QWERTY-раскладкой расположить созвучные английским русские буквы. Вот такие вот ноутбуки были популярны в самом начале 90-х. Конкретно этот был сделан в 1993 году. Весит он 5 килограмм. Очень много по современным меркам, но именно по нему можно приблизительно представить себе, что такое были первые ноутбуки. Первый ноутбук весил 11 килограмм. Была проблема его продать. Кому нужен ноутбук весом 11 килограмм? Как мобильный компьютер его рассматривать очень сложно. Тогда компания поступила следующим образом. Был нанят для рекламы баскетболист, человек ростом метр 2,20. К нему на его огромные ноги положили этот ноутбук. Он сидел в огромном кресле и печатал на нем своими очень-очень длинными пальцами. Естественно, в рекламной картинке это все выглядело довольно естественно. Ноутбук не показался людям таким уж большим. Они приходили в магазин, и когда им выносили 11-килограммовый девайс, вот тут-то они сильно удивлялись, а как же на нем работать, и как быстро он отдавит им коллеги. А это Libretto – самый маленький и легкий ноутбук в мире. Однако и от его производства отказались, ведь на этом ноутбуке было неудобно печатать. В 90-х и ноутбук, и компьютер приобретают стандартный современный вид. Так, ПК – это уже отдельный монитор, клавиатура и системный блок. Причем последний расположен вертикально, а не по горизонтали, как раньше. В середине 90-х появляется процессор Intel Pentium – архитектура которого уже максимально приближена к современной. В начале 90-х годов в России очень много различных перемен. Например, появляется доменная зона РУ. Та самая точка РУ появилась в 1994 году. До этого с 90-го года использовалась точка СЮ – Совет Юнион. Но в 1994-м всем, но в образовавшемся государством, выдают собственные национальные домены. Интернет тогда выглядел не совсем так, как сейчас. Там практически не было фотографий, уж тем более не было никакой мультимедиа, вроде видео и аудио. Там был в основном текст. Прежде всего, такая ситуация существовала потому, что к интернету подключались при помощи Dialab-модемов. Возможно, у кого-то дома и стоит современный модем, но это ADSL-модем. Работает он по другому принципу и с совсем другой скоростью. Dialab-модем работал со скоростью… Большая их часть, работал со скоростью 14400. Ну, чтобы было понятно, страничка, скажем, ВКонтакте, загружалась бы на таком модеме современная минут 40 час. Да и при подключении к интернету модем не радовал своего обладателя. Во-первых, подключение к интернету могло длиться очень долго. Когда подключение к интернету все-таки было установлено, у вас была занята телефонная линия. Не могли позвонить вы, не могли позвонить вам. Час в интернете чаще всего стоил одну минуту. И при подключении к интернету, а я напомню, оно могло занимать очень много времени, от пяти минут до часа, вы все это время слушали вот такой вот звук. В начале 90-х произошли наиболее важные изменения в сфере пользовательской электроники в целом. Например, в России в это перестроечное время был налажен выпуск знаменитого фотоаппарата Polaroid. Вот такой вот фотоаппарат Polaroid на совместном предприятии выпускался в Советском Союзе с 89-го года. На самом деле в США такие аппараты начали выходить еще в 48-м году, но через 41 год, добравшись до нас, он все равно был очень популярен, потому что советские люди воспринимали как чудо возможность больше не лазить в темной ванне с ванночками и не проявлять фотопленку, а потом не печатать фотографии, а получить фотографию сразу. Можем даже попробовать сделать фотографию, если вы еще живете. Получившуюся фотографию нужно срочно убирать в темное место. Надеюсь, мой карман достаточно темное место. И ждать минут 5. Фотоаппарат Polaroid добрался до России через 41 год после Америки. Пейджер появился у нас на 38 лет позже, чем у американцев. А вот в случае сотового телефона отставание от США составило всего 9 лет. Первый сотовый телефон весил около килограмма и стоил 15 тысяч долларов, в переводе на нынешние расценки. У нас сотовый стал атрибутом успешного делового человека, как тогда говорили, нового русского. Впрочем, как и пейджер, тогда как в Америке пейджерами пользовались врачи, учителя, пожарные. В середине 90-х годов очень популярными становятся CD или MP3-плееры. Но MP3 появится несколько позже, так что для начала CD. Конечно, музыку в кармане люди носят с начала 80-х годов. Первый плеер Sony Walkman позволял расположить в кармане устройство, которое читало компакт-кассеты. Но, к сожалению, такие устройства не обеспечивали по-настоящему хорошего качества звука. CD, естественно, поборол эту проблему, и теперь можно было качественный звук положить в карман. Правда, пользователи таких устройств возникала проблема. Это устройство, конечно, умещалось в карман, но при этом нельзя было быстро ходить, бегать или уж тем более подпрыгивать. Естественно, трек сразу же терялся. На чуть более поздних устройствах была внедрена такая система, как антишок. Она уже позволяла буферизировать до 20 секунд потока, и, соответственно, можно было некоторое количество времени попрыгать без потери дорожки. Но, во-первых, активно вести себя с этим плеером в кармане все равно можно было только 20 секунд, а во-вторых, включенным антишоком многие из них работали по 2-3 часа, не более. Так что тогда у меломана и любителя послушать музыку в дороге были, конечно, достаточно большие проблемы. За последние 20 лет в сфере пользовательской электроники возникло множество новинок. В конце 90-х годов у пользователей появились первые карманные персональные компьютеры. КПК, между прочим, считаются предками современных смартфонов и электронных книг. В это же время появились приставки со сменными картриджами, прародители нынешних карманных приставок. Углубиться в историю современной электронной техники позволяет фильм, который после экскурсии демонстрируется всем желающим в конференц-зале галерей компьютерной эволюции.